Укрзалезница блокирует работу химических предприятий группы Остхем. Руководители завода утверждают, что железнодорожные перевозки фактически прекратили под угрозой срыва осенняя пассивная. Подробности в следующем сюжете. Склады переполнены, а вывозить нечем. Укрзалезница отказывается выполнять условия контракта с азотными предприятиями Остхем. Перевозчик не поставляет на заводы железнодорожные вагоны для транспортировки минудобрений. Критическая ситуация уже сложилась на предприятиях Черкасский азот, Ривный азот и Северодонецкий азот. Это погрузочный терминал Черкасского завода. Руководители предприятия разводят руками. Сегодня делают последнюю отправку. На сегодняшний день потребность предприятия порядка 50 полувагонов в сутки. Вот вы видите сейчас последние два полувагона, которые мы после загрузки вынуждены будем товарную продукцию укладывать в склады и на открытые площадки. Это емкость складов порядка 15 суток. После этого предприятие может полностью остановиться. В компании озвучивают цифры. С начала августа в ровно из 200 поставленных поставили 101 вагон. В Черкассах из 470 прибыло только 163. При этом в рамках договора за последнюю неделю Укрзалезнити должна была отправить на азот и 240 вагонов. По факту поставили только 12. Неоднократно мы писали письма. Мы выполняем свои обязательства по арендной плате. С их стороны обязательства по поставке подвижного состава не выполняются. Единственное, чем мы сможем вывозить товарную продукцию, это самовывоз. Но самовывоз обеспечивает порядка 20% производства товарной продукции. Все остальное грузится в железнодорожный подвижной состав. На заводах утверждают, с начала месяца вместо транспортировки вынуждены складировать свою продукцию. Если ситуация не изменится в ближайшие пару дней, предприятия могут полностью остановить свою работу. Из-за перебоев в поставках азотных удобрений в первую очередь пострадают аграрии, утверждают эксперты. Осенняя пассивная уже под угрозой срыва. Впрочем, железнодорожников это не пугает, утверждают эксперты. Укрзалезница регулярно нарушает условия своих договоров. Укрзалезница просто не имеет возможности покупать новые вагоны, а также ремонтировать локомотивы в необходимом объеме. Из-за этого возникают проблемы с подачей вагонов, особенно на те станции, которые находятся далеко от электрифицированных участков. Объективно, что тот запас прочности, который был раньше укрзалезницы для выполнения таких функций, он уже иссяк. И теперь позволить себе железная дорога такое не может. Чтобы избежать коллапсов химической отрасли страны, руководители азотных предприятий группы Остхим обратились с открытыми письмами к главе правительства Владимиру Гройсману и главе правления Укрзалезницы Евгению Красцову с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию. Мы также отправили запрос в Укрзалезницу с требованием прокомментировать происходящее и объяснить, почему железнодорожный перевозчик не выполняет свои обязанности. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер.